Народная славянская радио Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио! В очередной раз с вами программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Моя собеседница сегодня – Ольга Коновалова. Здравия, Ольга! Здравия, Елена! Здравия, слушатели! Тема нашей программы – кукла в жизни человека. Ольга занимается нумерологией, которая в свою очередь привела к одному из увлечений. Это изготовление кукол из ткани. Ольга, расскажи, пожалуйста, с чего началось это увлечение? Занимаясь таким серьезным делом, как нумерология, я пришла к тому, что людям нужно иногда проводить занятия по арт-терапии. Для того, чтобы наполнять себя творческими энергиями. Для того, чтобы вылезать из ловушек. А как ты сама пришла к этому? Я долго искала. Ходила на чужие семинары, набирала чужого опыта. И в один прекрасный момент внутри щелкнуло, что, а вот это мне интересно. Я попробовала. И когда все получается само собой, то очень все это радует. Радает. И поскольку меня это радовало, я теперь делюсь с другими своей радостью. С радостью обучаю людей. Также наполняю себя творческими энергиями. Легкими, светлыми. А что можно вообще рассказать о куклах? Чем отличаются вот те куклы, которые можно изготовить самим, своими руками из ткани, от тех кукол, которые продаются в магазинах? Ну, начнем с того, что эти куклы это архаичная часть жизни людей. И затрудняюсь сказать, какой возраст куклы, которые изготавливаются вручную. Потому что такие куклы сопровождали людей от самого рождения и всю жизнь. Порой бывало так, что у человека набиралось в доме кукол целый сундук. Куколки изготавливались по разным поводам. Особенно это было связано с календарем. Мы живем в календаре, хотим и того не хотим. И есть самый главный природный календарь, когда есть зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. Так вот, в настоящий момент у нас проходит пора чудесных зимних праздников, во время которых можно изготовить вот таких замечательных кукол. Да, я вот хочу сказать, что сейчас перед нами на столе удивительные, красивые, теплые куклы. К сожалению, наши радиослушатели не могут их увидеть, а я вот их вижу. Ольга, что это за куклы? Для чего они? Как я уже сказала, это куклы календарные, поскольку у нас бывают куклы обрядовые, обереговые и игровые. Это вот у нас обереговые куколки, которые изготавливаются в зимнюю пору. Это одна из кукол Каледа. У нее есть два узелочка. В одном из них соль, а в другом из них зерно. Это символы благополучия. И еще у нее за пояском приторочен веничек, которым она вычищает нечисть. Это обереговая кукла, которая оберегает дом от напастей. И в то же время она еще сохраняет лад в семье. Сохраняет благосостояние семьи. И так далее. А вторая куколка это Спиридон Солнцеворот. Это тоже очень значимая кукла, поскольку у нас сейчас пора, когда солнышку нужна помощь, может быть, для того, чтобы пережить это время, поскольку у нас сейчас самый короткий день и самая длинная ночь. И вот Солнышку нужна помощь. И вот Спиридон он как раз как поворачивает, помогает Солнышку перекатиться через это время. Есть еще одно назначение у этой куколки. Эту куклу делают обычно во время зимнего солнцестояния. А еще ее можно делать в течение года для того, чтобы помочь человеку, например, поскольку это мантическое средство, мантическое, можно помочь человеку, если у него никак не получается что-то в жизни, изменить жизнь, не хватает сил и так далее. И тогда для него изготавливают такую куколку, это как символ этого человека, он как в руки берет, в свои руки берет колесо судьбы. И он с помощью мантического этого средства, он как поворачивает в своей судьбе вот это колесо. Происходят совершенно невероятные чудеса. Ну, вот так. Ну, давай еще расскажем слушателям, из чего изготовлены эти куклы, как они делаются. В прежние времена куклы изготавливались из доступных материалов, в основном из соломы, из чербачков и так далее. Вот колеса у нас непосредственно, поскольку это обереговая кукла, она у нас сделана из березы, поскольку это обереговое дерево. Разумеется, прежде чем спилить такую веточку, нужно обязательно попросить разрешение у дерева и так далее. А вот спиритон у нас изготовлен из лыка, поскольку у нас не оказалось соломы, но это тоже допустимо. Делается он обычно из соломы, но и из лыка тоже. Вот это вот основные материалы. Дерево, лыка, солома, тряпочки. Причем тряпочки такие, смотрю, с орнаментом, или это подбирается специально, какие-то цвета, или можно произвольно, непроизвольно брать что-то. Очень хороший вопрос, поскольку у коляды изготавливается, вот у нее под платочком, там под повойничком, есть такие рожки, они делаются из красной ткани, поскольку это обереговое, оберегается, как верх женщины, ее связь с космосом и так далее. Грудь также изготовлена из красной ткани, это обязательное условие, это тоже символ плодородия, символ женщины и так далее. А все остальное делается просто из каких-то красивых тканей, для того, чтобы, ну, эта кукла обереговая, она, в общем-то, должна быть красивой. А у Спиридона, у него тоже рубаха обязательно должна быть красной, потому что он как символ солнышка. А вот откуда люди узнавали и понимали, что вот именно в это время сейчас нужно изготовить вот именно вот такую вот куклу? Дело все в том, что, как я уже сказала, есть куклы обереговые и так далее, обрядовые, которые делались во время календарных праздников. Но были еще куколки, которые сопровождали человека с самого рождения. На рождение делались куколки, которые вешались над кроваткой и которые сейчас называются мобили, это куваточки, вешались над кроваткой для того, чтобы у ребенка, во-первых, развивалось цветовое восприятие, он пытался достать ручками, это опять же цели полагания, так скажем. Поскольку ребенок поставил перед собой цель достать, он будет пытаться достать, это развивается моторика, это развиваются двигательные функции ребенка, развиваются, это очень важно. И ребенок видит разные цвета, он опять же узнает, знакомиться с миром через этих кукол, поскольку у ребенка ограниченное общение первое время, он знакомится с миром через куваточки, например. Потом были разные куколки, которых клали ребенку, когда ребенок не мог заснуть или капризничал и так далее. Мама очень быстро могла сделать буквально из маленькой тряпочки сделать такую куколку, называется Насону Гамму. Она клала эту куколку в колыбельку для того, чтобы отвречь от ребенка те напасти, которые на него напали. И эти напасти, они вот сразу, ну я так полагаю, что здесь было опять же ребенок капризничает тогда, когда мама уходит, так скажем, от себя. И ребенок ее пытается своими капризами вернуть к себе самой. И поэтому, когда женщина начинает что-то творить, то она входит в состояние равновесия во время здесь и сейчас и ребенок успокаивается. Здесь просто получается не столько монетическое средство, сколько психологическое средство. Вот у нас здесь сейчас на столе не выдержала и повалилась на бок, то есть сделала себя заметной одна очень интересная кукла. Я вижу, что это коза. Расскажи мне, пожалуйста, и слушателям нашим. Что это за коза? Такая в меховой шубке красавица с такими косыми рожками. Это замечательная куколка, которая делается так же, как и Спиридон, Солнцеворот и Каляда. Эта куколка делается из лыха, из соломы. Это коза калядная. Вообще большая коза она изготавливалась для того, чтобы ходить калядовать. Это символ солнышка. У нее там много всяких разных интересных вещей. Это как раз пора сейчас праздников, которые идут. Не совсем сейчас, а это будет когда у нас будет 6 на 7 будет Рождество. И тогда как раз будут ходить калядовщики вот как раз такой козу приблизительно. Это ростовая должна быть кукла. А это у нас уменьшенная копия этой ростовой куклы. Она просто делается для того, чтобы украсить дом, поскольку у нее здесь и всякие и бубенчики, и бусы, и всевозможные и так далее. Вот она у нас стоит так для красоты. Так вот, я хотела бы вернуться к тому, насколько человека сопровождают куклы. Когда ребенок растет, ему делают куваточек, всяких пеленашечек и так далее, для того, чтобы отвлекать от него все нечистую силу и какие-то не очень хорошие вещи и так далее. Попозже, когда ребенок подрастает, например, ребенок года в 3 после 3 лет он мог сделать уже куколку сам. Кукла называлась от дарочек на подарочек. Это у нас сейчас. Ребенок может, например, если правильное, так скажем, воспитание ребенка, когда ему дарят подарок, он может тоже подарить что-то. Рисунок, например, и так далее. Раньше детям было проще сделать из тряпочки какую-то куколку. Вот она называлась от дарочек на подарочек. И эту куклу ребенок мог изготовить после 3 лет. Вот такие были ручки ловкие. Сейчас, к сожалению, другая ситуация совершенно. Вот если вы позволите, я вам сейчас могу сказать о том, что чем я сейчас занимаюсь в большей части. Очень хочется, чтобы больше занимались дети куклами. Поскольку все обереговые куклы, обрядовые куклы, игровые куклы, это все хорошо, конечно. Но дело все в том, что когда приходишь в школу и начинаешь с детьми изготавливать такие куклы самые простые, самые простые, примитивные, например, какие-то игровые зайчик на пальчик, например, или какой-то ангел, например, или что-то. Самые элементарные куколки, где нужно буквально сделать несколько узелочков. У детей, к сожалению, развит синдром большого пальца, когда они с гаджетами только в основном большим пальчиком работают. Все остальные пальчики мелкомоторика очень страдает, к сожалению. И поэтому получается, что вот очень такая ситуация очень достаточно плачевная. Но вот сейчас стараемся все делать для того, чтобы в школы, в детские сады идти с этими куклами, учить детей. Во-первых, это прививается культура наша, духовная, поскольку это наша, славянская. Вообще, во всех народах есть эти куклы. Во всех народах, во всех губерниях, во всех областях, странах и так далее. Везде есть такие куклы, абсолютно. просто иногда бывает такое, что у них разные названия, из разных материалов изготавливаются. А по сути, у них назначение-то одно и то же. Во всех народах это существует. И очень здорово, что у нас сейчас появилось это все и развивается. Это очень радует, конечно. Ты сама, насколько я знаю, преподаешь в школе, да, и детям такие мастер-классы, и взрослым преподаешь. Да, я провожу мастер-классы для детей, и много провожу мастер-классов для родителей, взрослых людей, которые, я надеюсь, что потом научат своих детей. Потому что это очень важно. Еще очень здорово, когда приглашают, например, семью, когда мы изготавливаем все семьи, сидят папа, мама, дети, братья, сестры и так далее. Это очень здорово, потому что, во-первых, таким образом появляется тепло, уют, совершенно неуловимая какая-то атмосфера совместного творчества. Это очень-очень здорово. И мы делаем какую-то куколку, может быть, не одну, даже две, три, в семье. И люди потом загорают с этим. И они потом приходят на мастер-классы или потом еще приглашают и так далее. В этом и получается вот это коренное отличие тех кукол, которые изготавливают сами от тех кукол, которые продаются в магазинах. Да, разумеется. Те кукол, которые продаются в магазине, их купил, и там никакого творчества. Если только, конечно, не одевать, раздевать, что-то шить и так далее. Дело все в том, что очень важно, чтобы ребенок развивал в себе творческое начало. Точнее, в детях. У нас, к сожалению, даже у взрослых людей сейчас творческое начало, оно далеко не у всех развитое. И, к сожалению, пока спит у некоторых. И, наверное, эти куклы помогают, насколько я понимаю, разбудить вот эти знания предков, которые заложены в каждом из нас. Да, разумеется, конечно, естественно. Это вещи, которые возвращают нас, точнее, не так. Нельзя вернуться в реку, в одну и ту же реку дважды. Дело все в том, что нам нужно взять все то хорошее, то, что было в прежние времена и принести их сюда для того, чтобы здесь, сейчас, вот, например, когда люди попадают ко мне на кухню, они удивляются, сколько у меня здесь стоит кукол. И это создает такую атмосферу и творческую, и теплую. Правда ведь? Слушатели, еще раз повторю, что, к сожалению, не могут пока увидеть эту красоту, но очень уютно. Может быть, повторюсь, но все-таки для чего вот изготавливают вот эти куклы? Их же много, они же все разные. Или именно для каждого праздника есть свои куклы? Или еще какие-то события тоже включают в себя изготовление кукол? Да, разумеется. Я уже говорила о том, что есть обрядовые куклы, те, которые делаются во время обрядов. Это вот коза, каляда, например, коза, это на зимнее солнцестояние, на летнее солнцестояние делается купала, на весеннее солнцестояние делается марена, и на осеннее солнцестояние делается у нас жраница, по-моему. Это календарные праздники. А вот есть еще, конечно, в жизни человека было очень много таких кукол, которые я уже начала говорить о том, что их делали для детей. Еще очень много обереговых кукол для дома. Например, там собрали люди урожай. Этот урожай нужно каким-то образом, так скажем, обозначить, для того, чтобы поставить в красный угол, например. Для этого делается зерновушка. Туда закладывается зерно, и потом весной, уже когда начинают засевать новое поле, берут оттуда зерновушки немного, чисто символически, и уже это зерно добавляют в пирог, например, когда в хлебушек, который изготавливают, и в то же время добавляют в то зерно, которое будут засевать. Потому что оно пережило вот этот тяжелый период, как в зиму, и опять оно взойдет, и опять даст следующие всходы. поскольку у нас люди это зависели от природы всегда. Ну, а так, в общем-то, в основном были, конечно, куклы, которые изготавливались, например, на свадьбу, это неразлучники, например, всякие разные там от болезни, например, лихоманки, масленица изготавливается, масленица, марина изготавливается для того, чтобы ее сжечь, а масленица изготавливается для того, чтобы оберегать дом. То есть, вот обрядовый, обереговый, вот эту вот разницу, то есть, с ними что-то делается. Да, конечно. А обереговый, они уже дома. Обереговый, они стоят дома, желательно поставить так, чтобы их можно было видеть, но нельзя было потрогать. И есть еще помощницы всевозможные куклы, например, Десятиручки, например, и так далее. Есть всякие разные, на здоровье там куколки, есть, какие вот сейчас посмотрим, для, на богословение детям, например, куколка есть, есть московка, это тоже обережная куколка, много тут, много есть, манилки всевозможные, но замужество, но удачное, и так далее. Наши бабушки активно пользовались этим мастерством, и применяли его еще и в быту, и в жизни. Да, разумеется, это применялось в быту и жизни, и это было неотъемлемой частью жизни человека, но самое главное, одна из самых главных, я так полагаю, вещей, которые были вот в этом, во всем, это передавать знания о мироустройстве, первое, второе, передавать девочкам умение вести хозяйство, быт и так далее, вот, например, там, кукла-каша, например, кукла делается, например, туда закладывается, по поясочек, крупы насыпается, это делается из горшочка, девочку обучают, как варить кашу, по поясочек насыпаешь крупы, по горлышку насыпаешь, по шейку-то, точнее, насыпаешь, наливаешь воды, и каша получится как раз поверх, вот, это вот так вот обучали девочку кашу варить, например, легко и просто, были еще другие куклы, которые изготавливались, до, ну, например, там, доля-недоля, например, макш, это тоже, опять же, обережные и так далее, куколки, например, если у человека долгое время там преследуют какие-то неудачи, нужно просто изготовить куклу-недолю и сжечь ее, это делается абсолютно втайне от всех, абсолютно, и так далее, и сжигается, и хочу сказать, это работает, это все мантические средства, это все работает. Сколько времени уходит на изготовление вот таких кукол? Это длительный процесс? Достаточно длительный, поскольку это творческий процесс, все зависит от того, кто занимается, например, если мы с детьми делаем, то мы, конечно, стараемся делать попроще куколку и не так долго, потому что у детей внимание детей очень достаточно трудно завладеть вниманием детей настолько долго. Вообще, вот такая кукла изготавливается часа три приблизительно, вот так я просто хотела договорить вот по поводу того, что девочки они научивались, во-первых, это нужно было маме с девочкой сесть и сделать такую куколку, во-первых, это налаживал взаимпонимание между мамой и девочкой, дочкой, во-вторых, это была возможность абстрагироваться, так скажем, от повседневной будней, поскольку все, все нужное приготовили заранее, чтобы не отвлекаться, все делали все дела и уединялись. Уединялись, таким образом девочки, у девочки была возможность побыть наедине с собой. И вот это и есть как раз то, чего нам не хватает сейчас в нашей достаточно суетной жизни, где у нас очень много всего и так далее. И у девочки была возможность побыть с собой, так скажем, найти равновесие внутри, наполниться светлыми энергиями. Поэтому люди таким образом лучше слышали природу и лучше слышали себя в первую очередь, конечно, и интуиции и так далее. Проще было. Ольга, что бы ты хотела пожелать нашим радиослушателям? Хочу пожелать слушателям почаще заниматься разными видами творчества, особенно если есть возможность привлечь детей. Это очень объединяет, наполняет пространство светом, взаимопониманием. Ну и, соответственно, возрождает семейные традиции, связь с предками. Собственно, чем мы и занимаемся. Всем радости, Лада. Напомню, что моя собеседница сегодня, Ольга Коновалова, рассказала нам о значении, роли кукол из ткани в жизни наших предков и в жизни современного человека. Благодарим тебя, Ольга. Желаем тебе творческих успехов, исполнения твоих намерений и задач и мира и благополучия твоему хлебосольному дому. Благодарю всех и хочу сказать, что занятие куклами это очень увлекательное занятие. Очень увлекательное. Приходите, научим с радостью. Присоединяйтесь, уважаемые слушатели. Ну, я надеюсь, что, возможно, в будущем мы отдельно какую-то программу еще сумеем создать. Можно поговорить про хлеб, например, можно поговорить про валяние, можно поговорить... У нас много тем. Увлекающийся человек, талантливый человек, талантлив во всем. Всего доброго тебе, Ольга. Благодарю тебя еще раз. С вами была программа «Пространство женщины». Уважаемый радиослушатель, я Елена Андреева. Говорю вам до свидания, до следующей встречи. Мира и добра вашему дому, любви, уюта и света. Народная славянская радио. Все нужно, все важно.